Марк Феген подал в суд против Анатолия Шария и сказал Это трусливое существо скрывается Адвокат Марк Феген подал иск против блогера Анатолия Шария Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой Марк Феген сказал Во-первых, мы ходатайствуем о доставлении Шария для дачи объяснений по тем вопросам, которые мы собирались ему поставить В связи с клеветой, которую он распространял в Ютьюбе Страна, его представители, ответчика заявили Что он не живет в Литве И что он не может являться, что он боится и так далее Значит, мало того, значит Он закрыл в Ютьюбе для просмотра, для обозрения суда Видеозаписи, где он писал, что я насилую по ночам животных в зоопарках Что от меня рождаются, значит, животные Что я плохой адвокат и так далее То есть это говорит о качестве ответчика, о котором идет речь Это действительно мерзавец, очень беглый уголовник Вот, который просто боится, понимаете И явиться в суд, и вообще ни одного его представителя Какое количество ходит его с шариками, вот с этими Значит, по украинским судам Но почему-то я не увидел никого в литовском суде Знаю, что здесь суд настоящий Разумеется, он может удалить эти записи Он может попытаться, значит, избежать этой ответственности Но не до конца, потому что будут новые иски Это все продолжится До 12 ноября я должен предоставить видеозаписи А они у нас есть С полным переводом этих видеозаписей на литовский язык Таковы условия суда, которые поставлены Там до 10 октября мы их должны предоставить Но мы сейчас этим дополнительно займемся Там просто надо перевести Это не так много Вот, и, собственно говоря, процесс продолжится Но проблема, повторяю, заключается в том, что На ютюбе это существо бородатое одно А в реальной жизни оно совсем другое Поэтому, пользуясь возможностью Мы вот сейчас к нему обращаемся Хватит бегать, крысеныш Вот хватит жену беременную Пришли еще кого-нибудь Ты раз, хотя бы поведи себя как мужик А не педофил И тогда все будет у тебя хорошо в жизни Мы тогда в суде разберемся, кто ты есть На протяжении нескольких лет Он распространял клевету Разного рода оскорбления Пользуясь своей абсолютной безнаказанностью Но он говорил, что я плохой адвокат Что я сажаю политзаключенных И это при том, что все мои политзаключенные Вышли, не досидев Кто вообще не сидев ни дня, как Ильми Умеров Его обменяли То, как Савченко из 20 лет 2 года, да Под следствием Ну, я ничего не мог сделать И 3 года вот сидел Роман, которого тоже вернули Хотя ему 12 лет назначили наказание Он говорил о том, что я не имел права Защищать Ильми Умерова Перемещаясь в Крым из Москвы Хотя у меня было разрешение на это МИДа Украины Специально для защиты Ильми Умерова Зачем мне в Крым ездить вообще Под другими предлогами Я там ничего не забыл Он писал, вообще уже дошел до степени омерзения Когда сообщал о том, что Нащелье носилось животных, зоопарк Вот такое, вы понимаете Но отвечать за это этот мерзавец не хочет Он уклоняется от ответственности по всему периметру Что в России, что в Украине, что вот здесь, в Литве Совершенно невозможно его схватить И сам он очень трусливый, вы понимаете Мы все его видим только в виртуальном пространстве Но явиться в суд, он не счел возможен Понимаете Вот это, мне кажется, очень показательно Особенно для его аудитории Спасибо вам за просмотры Подпишитесь на наш канал Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok